К другим темам. Российская армия не выступает в роли агрессора, а проводит специальную операцию по оказанию помощи Народным Республикам Донбасса, отмечают лидеры общественного мнения. Кроме того, специальная операция нацелена на защиту целостности и безопасности нашего государства, традиционных ценностей, свободы и безопасности, отметили они. Я полностью поддерживаю решение нашего президента о начале спецоперации на Украине, потому что уже на протяжении 8 лет жители Донбасса терпели постоянные обстрелы, постоянные бомбоудары. Я надеюсь, что в ходе этой спецоперации это все закончится, они смогут мирно продолжать свою жизнь, спокойно спать, дети ходить в школы, спортивные секции, взрослое население там смогут полноценно вести образ жизни. Уже 8 лет на Донбассе и в Луганской республике идет геноцид в отношении мирного населения. По данным Организации Объединенных Наций погибло уже более 14 тысяч человек, в том числе погибло более 200 детей. Мы, врачи, в силу специфики своей профессии знаем цену людским страданиям, причиняемых войной. Поэтому операция Z, вынужденно проводимая армией России, должна положить всему этому конец. Конечно, переживаем за наших ребят, за наших военных, которые выполняют непростой долг, выполняют поручения нашего главнокомандующего. Уверен, что все закончится, все вернутся домой. За всех переживаем и выражаем слова поддержки. Свою позицию по ситуации на Украине высказали и жители Калмыкии. Ну, конечно, плохо, то, что вот это 8 лет народ страдал, ну, получается, и, видимо, уже совсем уже некуда, поэтому президент решил что-то делать, как-то помочь. Если президент так решил, значит, так надо. Я считаю, что это был правильный шаг, сделанный Путиным, потому что дальше терпеть нельзя было, потому что сзади них мы уже, Россия. Поэтому я не осуждаю, считаю, что это правильно. Я поддерживаю Владимира Владимировича Путина со спецоперацией на Украине, вот, потому что 8 лет люди в подвалах жили, в ДНР, ЛНР. Вот, порядок наведут, и НАТО не войдет, вот, и я поддерживаю, все правильно. Продолжение следует...